Всем здорово, чуваки! Я думаю, каждый из вас знает, что такое белизна. Либо по-другому отбеливатель. И по-любому хотя бы раз когда-нибудь кто-нибудь из вас проливал ее себе на одежду. И как вы знаете, в этом месте ткань начинает светлеть, то есть цвет начинает выжигаться. Вот давайте, например, вот этой кепке своей я вам покажу, как это работает. У нас есть вот такая вот белизна, и давайте ее нальем на нашу кепку и посмотрим, станет ли черная ткань светлее. Открываем. Твою мать, блин! Че на фигня нахрен? Ну, жапоруки, он и в Африке жапоруки. Короче, давайте, например, и в футболке посмотрим, как эта ткань будет светлеть. Ребята, прошло примерно 15 секунд, я не знаю, видно на камере это или нет, но черный становится слегка светлее, становится коричневатым. Поэтому давайте подождем, пока футболка высохнет, и посмотрим на результат. А кепку я одену обратно, потому что она нам не понадобится. Ну что, ребята, мы высушили футболку. Как видите, пятна здесь где-то светлее, но, видимо, здесь очень плохо пропиталось, поэтому они не такие светлые. Но вот здесь очень хорошо видно, прям коричневый оттенок. Это нам наглядно показывает, как выжигается черный цвет, хотя я думал, что черный вообще не может никак стать светлее. Но больше всего досталось моим штанам. Вы только посмотрите на это пятно, блин. Это новые черные штаны. Они теперь стали с каким-то коричневым непонятным пятном. Как я пойду домой теперь? Как лошара, как бомжара какой-то. Но нам очень интересно узнать, если мы пропустим эту белизну через фильтр для воды, потеряет ли она свои свойства? Будет ли она также выжигать свет? Подпишитесь на канал. Ну а помимо белизны мы решили взять еще и другие интересные жидкости. Такие как растворитель, водоотталкивающая жидкость для обуви, средство для прочистки труб-крот, а кнопка подписаться находится под этим видеороликом. И первое, с чего мне хочется начать, это с растворителя. Давайте наглядно покажу, как он работает. Берем стакан и выливаем в него немного растворителя. Я думаю, хватит. Теперь у нас есть такая штука, как пенопласт. Я не знаю, в курсе вы или нет, но пенопласт очень легко растворяется в растворителе. Давайте покажу. Отламываем кусочек и сюда его вот так вот окунаем. Что за фигня? Это не растворитель, это какая-то хрень. Пенопласт еле-еле растворяется. Ну ничего страшного, мы покупали еще один растворитель. Мне кажется, он гораздо жестче. Это вот такая вот бутылка. Вы только гляньте на нее. Она очень опасно выглядит. Она вдавленная. У нее здесь белый пластик уже у бутылки. Мне кажется, если такой растворитель налить на пол, то там точно образуется дырка. Ну посмотрите, здесь написано, что это растворитель R12. А здесь написано, что это растворитель 646. Ну явно же видно, что это очень опасная штука по сравнению с этой. Наливаем новый растворитель. Что-то мне кажется, что эта штука уже гораздо жестче. Кусочек пенопласта берем и также опускаем. Вот. Это оно, ребята. Это то, что я думал. Вот теперь наглядно видно, что это действительно нормальный растворитель. Не какая-то фуфлыжная фигня дешевая, блин. Но что, если мы пропустим растворитель через фильтр для воды? Будет ли он также растворять пенопласт? Или нет? Вот очень интересно узнать. Но под прошлым видеороликом вы писали про то, что мы неправильно все это делали. Для начала вы говорили, что нужно было прогнать воду через фильтр, а потом заливать какие-либо жидкости. На самом деле, ребят, в нашем случае это не работает. Потому что прогонять воду через фильтр нужно для того, чтобы в дальнейшем могли употреблять воду. Но в нашем случае мы должны прогнать сначала растворителем для того, чтобы в дальнейшем им пользоваться. Все логично. Ведь если мы сначала воду зальем в фильтр, а потом зальем туда растворитель, они перемешаются, и тем самым растворитель будет у нас разбавленный. Поэтому так делать нам не стоит. А также для каждой жидкости у нас будет новый картридж. Скроем упаковочку, берем картридж, как видите, запакованный. Открываем, открываем и ставим. Готово. Можно заливать. Первая заливка будет у нас прогонная. Вы посмотрите, происходит в принципе то же самое, что и с пенопластом. У нас пластик начинает разъедаться, появляются вот такие вот белые пятна. Надеюсь, внутри картриджа у нас ничего не расплавилось. Давайте сейчас это выльем. Смотрите, ребят, мы сейчас вылили отсюда растворитель. Смотрите, что произошло. Давайте зальем еще раз. Воняет, конечно, очень. Не очень. Ну что, ребята, наша жидкость отфильтровалась. Вот как вы думаете, растворится ли в ней пенопласт? Знаете, вот глядя на вот это вот все белое, мне кажется, что растворится. Потому что фильтр, походу, эту жидкость никак не изменил. Но давайте узнаем. Наливаем стаканчик. Ну, воняет он по-прежнему так же, как и до этого, в принципе. Кусочек пенопласта опускаем. Ой. Опускаем. Ну, нет. Эпф, блин. Ребят, не поменялось ничего. Давайте кушек откроем. Это явно самый крутой растворитель, наверное, который я видел. Растворился пенопласт, как и до этого, в принципе. Ничего не изменилось. А следующая жидкость, это средство для прочистки труб. И для нее нам пришлось взять новый фильтр для воды. И у этого средства очень интересная реакция. И для тех, кто не знает, как она работает, давайте я вам наглядно покажу. Нам нужно взять фольгу, оторвать от нее небольшой кусок. Отрываем от нее маленькие кусочки. И делаем вот такие вот шарики. Теперь нам осталось залить крот, и вы наглядно увидите реакцию. Открываем бутылочку. И заливаем. Реакция пойдет не сразу, но я думаю, спустя минуту вы наглядно увидите все. Блин, ребята, вы посмотрите, даже дым идет. Офигеть. Сейчас фольга просто растворится в этом кроте, и от нее ничего не останется. Вот так вот действует реакция. Фу, воняет, капец. Фу, блин, я не могу. Ребята, никогда не делайте этого в квартире. Это очень вонючая хрень и очень опасная. Чтобы вы понимали, запах настолько острый. Я вот один раз вдохнул. Я не могу, блин. Фу, блин. Как ты дышишь вообще? Фу, блин, ребята, это такая противная штука. Такое ощущение, как будто я надышался каким-то пеплом. У меня что-то в носу непонятное. Никогда еще раз повторюсь, такого не делайте. Это очень опасная вещь. Но мы ради эксперимента проверим, что произойдет после фильтра. Кстати, у нас есть новый картридж. Как раз мы его возьмем сейчас и установим фильтр. Открываем, крышечку открываем и устанавливаем. Ну а теперь нажмите на красную кнопку подписаться, а мы заливаем в фильтр Крот. Делаем прогонную заливку. Не, мне кажется, мы не зря прогоняем сейчас жидкость. Как раз все вот лишнее, что там пыль какая-то, я не знаю, там что-то еще внутри это все уйдет. И мы второй раз прогоним и будем тестировать. Ну Крот в данном случае фильтровался гораздо дольше, чем растворитель. Значит ли это, что он не будет работать после фильтрации? Я думаю, сейчас зальем второй раз и узнаем. Ну что, пошла вторая заливка. Осталось чуть-чуть подождать, и мы увидим, что у нас получится. Итак, наша жидкость отфильтровалась. Мы даже взяли новый стакан специально, чтобы потом не было никаких вопросов, чтобы мы что-то не так сделали. Заливаем отфильтрованную жидкость. Даже как-то много получилось на этот раз. Ну давайте сейчас возьмем еще несколько кусочков фольги. Я думаю, штучки 4, наверное, шарика мы сделаем. Больше не будем делать, потому что слишком воняет как-то. Все, три штучки кладем. Раз, два, погнали. Фильтр у нас, походу, опять проигрывает. Я не знаю, какая-то ерунда. Эти жидкости, по-моему, вообще ничего не изменят. Никакой фильтр. Если вы помните прошлый ролик с клеем, мы пропустили клей через фильтр, и он перестал клеить. Ну точнее, он клеил, но очень-очень слабо. Но здесь же, как видите, реакция такая же бурная, как и до этого. Ну что, ребята, подписались? Тогда следующая жидкость – это водоотталкивающая. Здесь так и написано – водоотталкивающий. Поэтому все должно работать. Где наши бумажки? У нас есть три бумажки. На первую мы капнем обыкновенной водой, на вторую нанесем водоотталкивающую жидкость, а на третью нанесем водоотталкивающую отфильтрованную жидкость. И посмотрим, что будет работать или не будет работать – узнаем. Для начала наносим обыкновенную воду, она у нас в шприце, на бумажечку. Переворачиваем бумажечку, смотрим, что происходит. Ну, вода, как видите, впиталась. Бумажечка сырая. А вторую мы пропитаем водоотталкивающей жидкостью. Так, это убираем. Водичка, отходи. Пшикаем. Сейчас подождем, пока высохнет, и проверим, как вообще вода оттолкнется или не оттолкнется, узнаем. Наносим воду и узнаем, что произойдет. Ой. Ну, слушайте, она оттолкнулась. Это не похоже на то, что было с водой. Посмотрите, что было с водой и что сейчас. Капли просто остаются, даже не впитываются. Ну, значит, эта жидкость действительно работает. Она отталкивает воду. Давайте сейчас ставим новый картридж в наш фильтр и прогоним эту водоотталкивающую жидкость и узнаем, изменит ли она свои свойства. Давайте сейчас выпжикаем водоотталкивающую жидкость в фильтр для того, чтобы для начала ее прогнать. Слушайте, там нормально уже жидкости так. Вот посмотрите, ребята, она прям льется. Так, нам нужно оставить для основного эксперимента. Так что, я думаю, пока хватит. Ну что, ребята, посмотрите, сколько мы набрали жидкости. Но это только прогонная жидкость. Мы сейчас ее сольем и зальем новую. Ну, а теперь основной прогон жидкости. Фильтруем. Наталово. Ну все, я думаю, хватит, потому что нам нужно тут всего пару капель. Много нам не нужно фильтровать, поэтому, в принципе, у нас тут достаточно уже. Наверное, плохо видно. Все белое, но довольно много здесь уже этой жидкости. Поэтому давайте возьмем еще один листочек и сравним его с другими результатами. Как мы помним, первый листочек был у нас с водой. И смотрите, он все еще не высох. Но вот второй листочек был с водоотталкивающей жидкостью. И он абсолютно сухой. Ну а сейчас нанесем на третий листочек нашу жидкость и посмотрим, что произойдет. Пропитываем листочек нашей жидкостью. Сейчас осталось только этот листочек высушить и посмотреть, оттолкнет ли он воду. Ну а сейчас самое главное. Раз, два, погнали. Почему так много? Слушайте, ну отталкивает, ну какого хрена? Ну видно, что отталкивает, наглядно видно. Даже капли не впитываются. Ну получается, что это ни хрена не работает. Мы только зря засрали фильтр. Посмотрите, что это за фигня, блин. Целиком белый пластик. Но что насчет белизны? Ведь с самого начала ролика мы об этом думали. Сейчас будет, думаю, интересно. Итак, раз уж ты подписался, ты красавчик. Ну а мы продолжаем. Белизну мы сейчас также пропустим через фильтр. У нас уже есть та самая футболка, на которой мы все это будем проверять. Как вы помните, вот мое колено. И вот оно пятно после отбеливателя. Но сейчас ставим новый картридж в наш фильтр. И будем прогонять белизну. Открываем белизну и заливаем. Прогонночка первая. Теперь ждем. Ох уж этот запах хлорки, ребята. У нас все сегодня жидкости какие-то вонючие. Очень сильно вонючие. Я не знаю, уже голова начинает болеть от этого. Но надеюсь, с белизной все получится. Все будет как надо. Ну что, это сейчас сливаем и заливаем еще раз. Заливаем второй раз. Пойдет. Подождем чуть-чуть. Можем наносить на футболку и смотреть, что получится. Итак, мы прогнали белизну. Сейчас остается вся надежда только на нее. Я хочу, чтобы ты сделала так, чтобы там не было пятен. Пожалуйста. Точнее, я не тебе должен говорить. А вот ты сделай, пожалуйста, так, чтобы там не было пятен. Погнали. Раз, два, три. Осталось только подождать, пока футболка подсохнет. И мы посмотрим на результат. Слушай, такое ощущение, как будто это не работает. Реально, она высыхает. И, ну, ничего коричневого нет вообще. Ну, смотри. Итак, ребята, мы высушили футболку. И то не до конца, кстати. Как вы помните, вот здесь было это пятно. Но оно до сих пор цвета футболки. Ничего не изменилось, ничего не высветлилось. И это означает лишь одно. У нас все получилось. Отбеливатель после фильтрации не имеет своих свойств вообще. Имеет только запах, по-моему, и все. Кстати. Почему-то пахнет водой просто. Походу, он даже и запаха не имеет. Я не знаю, здесь как бы слегка видно, что чуть-чуть не досохло еще. У нас такая влажная ткань. Немножечко пятно вот такое вот чуть темноватое есть. Но на самом деле фильтрованной белизной. Ну, блин, ну кого вообще? Ни одна жидкость после фильтрации не потеряла своих свойств. Но отбеливатель, видимо, отбеливатель это совсем другая история, ребята. Ну и как вы помните, вот наглядно, да, вот здесь вот у нас черная ткань, где было пятно. Вот так вот отбеливатель работал изначально. Я не знаю, ребята, как в это поверить после предыдущих жидкостей, но на самом деле это действительно так. Если вы хотите проверить, можете проверить. И убедиться лично в том, что это действительно работает с отбеливателем. Ну ладно, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте внизу кучу-кучу лайков. Вот таких вот лайков. И, кстати, смотрите вот этот ролик. Предыдущая часть, она была тоже очень интересная. Мы там фильтровали клей, мыли пузырь и что-то еще. Это было очень интересно. Гляньте обязательно.